Human Rights Watch. Необходим международный мониторинг для того, чтобы Баку сдержал свои обещания по Карабаху. Люди в Нагорном Карабахе столкнулись с тяжелым гуманитарным кризисом и серьезной неуверенностью в своем будущем, говорится в сообщении Human Rights Watch. Поступают свежие сообщения о том, что большое количество этнических армян покинуло горный район после последней военной операции Азербайджана по восстановлению контроля над этим районом. Некоторые, возможно, не смогут приехать в Армению, но даже тех, кто сможет, какая судьба их ждет. Последнее вооруженное вторжение Азербайджана последовало за месяцами лишений в Нагорном Карабахе после того, как в декабре Азербайджан блокировал критически важный Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией. С середины июня Азербайджан заблокировал все гуманитарные грузы, которые доставляли российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста МКК. Население региона, десятки тысяч этнических армян уже несколько месяцев испытывает острую нехватку продуктов питания, лекарств, средств гигиены и других предметов первой необходимости. Блокада Азербайджана включала даже периодическое препятствование Красному Кресту вывозить пациентов из Анклава. 44-дневная война 2020 года закончилась шатким перемирием. Соглашение предусматривало, что российские миротворческие войска будут присутствовать в Нагорном Карабахе и контролировать важный Лачинский коридор до 2025 года. Но все это начало разрушаться 10 месяцев назад, в конце 2022 года, и теперь новые боевые действия представляют собой новую серьезную угрозу. Обе стороны могут бесконечно спорить о том, кто должен по праву контролировать этот район, но непосредственной угрозой являются безопасность и гуманитарные потребности этнического армянского населения Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана заявляют, что все права людей и их безопасность будут защищены, но после месяцев блокады и десятилетий конфликта трудно принять эти заверения. Необходим международный мониторинг для того, чтобы Баку сдержал свои обещания. Если власти Азербайджана не предпримут последовательных шагов для удовлетворения гуманитарных потребностей, можно заключить, что они намеренно пытаются сделать жизнь этнических армян настолько невыносимой, что у них не будет другого выбора, кроме как бежать.